В группе Д Кубкоедности наше внимание было приковано к противостоянию Павлоградского атриума и футбольного клуба Никополь. С одной стороны молодой и амбициозный клуб, чемпион областной первой лиги, ставящий перед собой серьезные задачи на текущий сезон, а с другой аутсайдер второй лиги ПФЛ. Правда, в последнее время в Никополе начали делать серьезные шаги по возрождению славных футбольных традиций. Мы специальный клуб сделали, узаконили все, то раньше было как. Я думаю, что надо время. Сейчас, конечно, такое время настало у нас, что сейчас снова шли люди. Ну, я думаю, что должно быть, все равно где-то должно быть какой-то перелом, должен быть, Никополей, должны дело пойти. Я хочу, чтобы наша команда дальше прогрессировала. У нас все есть. Директор клуба делает нам все. Ну, мы стараемся, тренируемся. Сейчас, правда, погода не позволяет нам тренироваться там на поле. Есть моменты. Ну, мы все равно стараемся, тренируемся и хотим добиться победы в Суперлиге. У нас задача стоит. И вообще все чемпионаты, в которых мы сейчас участвуем, мы хотим занять строчки повыше и показать, что мы достойны играть высшие чемпионаты. В основном сейчас ребята идут к сезону через игры. Не, ну как, тренируемся мы каждый день, но не так, как хотелось бы. Потому что погодные условия, все-таки у нас в Павлограде сейчас нет искусственных полей на данный момент. Поэтому тренируемся больше в зале, работаем над физподготовкой. Готовимся вроде бы как к сезону и к играм все вместе. Практически на всех позициях сейчас у нас по два, по три человека. Конкуренция усилилась. За счет этого, конечно, ребята стараются и на тренировках. Я думаю, за счет этого мы еще быстрее будем расти как команда. Буквально за несколько дней до отчетного матча те же клубы Атриум и Никополь встречались в Кубке Кудрицкого. И тогда Павлоградцы разгромили соперника 7-0. Правда, сразу надо отметить, что в турнире своего великого земляка никопольчане представлены командой Ю-19. А уже в Кубке Едности просматривают тех, кто поможет коллективу во второй лиге. Поэтому от данной встречи разгрома ожидать не следовало. И действительно большую часть времени на поле шла равная борьба с обоюдными шансами на успех. А нерв игры ощущался в ее жесткости, когда никто не хотел уступать. Отсюда на поле возникали и стычки. Впрочем, по игре павлоградцы были острее. Чего только стоят две перекладины в первом тайме после ударов Родиона Сердюка и Хаджи Мурада Лачинова. Но и их соперники в долгу не оставались. Проводя свои резкие атаки, нагружая голки павлоградцев Александра Чернякинского. Команда хорошая была. Там игроки индивидуально очень сильные были, если честно. Просто из-за нашей команды, как сказать, дружной работы. Очень все хорошо. Один за всех, все за одного. Очень приятно выходить вместе с такими ребятами, вместе с таким руководством. Руководством будет находиться вместе. Ну а успех Атриуму принесла контратака в середине первого тайма. Отличился Ярослав Довгий, подхвативший мяч после падения в штрафной Хаджи Мурада Лачинова. Там Мурад прошел здорово, отскочил мне мяч. Я в дальний пробил вратарь без шансов. Перед самым перерывом павлоградцы за счет прессинга сумели провести еще опасную атаку. Но Владлен Нормания, выйдя один на один, пробил мимо цели. Второй тайм также активнее начали футболисты Атриума, создавшие несколько неплохих моментов. Но постепенно никопольчане перевели игру на половину поля соперника. И теперь уже Александру Чернякинскому пришлось демонстрировать все свое мастерство, чтобы отвести угрозу от своих ворот. Сложно сказать, как бы дальше развивались события в матче, если бы не настойчивость Ярослава Довгова, который пошел до конца в атаку на вратаря соперника, просто обокрав его и забив пустые ворота. Ну, как бы так стараюсь прессинговать, тренер сказал, прессинговать, играю до последнего. Я хочу забивать больше голов и быть в строчке бомбардиров в этом чемпионате, в любом, какой будет. Этот гол стал серьезным психологическим ударом для Никополя. Тут же Атриум мог забивать в третий раз, но их соперникам просто повезло. Однако павлоградцам удалось довести счет до крупного. Теперь индивидуальным мастерством блеснул Данил Божинар. 3-0. Уверенная по счету и игре победа Атриума. Второй тайм тяжело, они встряхнулись. Ну, ничего, отбили, забили два гола. Все получилось так, как, в принципе, и планировалось. Ну, конечно, есть ошибки, связанные, технический брак связан с тем, что мы сейчас, конечно, мало тренируемся на улице, на полях. Поэтому, конечно, есть на чем работать, есть что дорабатывать. Я сегодня по игре. Ну, счет-то многовато, конечно, не по игре. А так чуть-чуть сильнее были. Хозяева были сильнее. Ну, я хочу их только пожелать хороших, хороших. Вижу, тут руководители, да, все интересованы, потому что вижу по всех делах. Желаю только хороших. Дай Бог, чтобы у них все срослось. А мы будем ждать лучших времен.